МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы про деньги и хочу начать. Насколько повысается, уже повысилась, собственно, плата за капитальный ремонт? В 2022 году у нас стоимость была за 1 метр квадратный 10 рублей 51 копейка. На сегодняшний день, с 1 января 2023 года, 14 рублей 81 копейка. Порядка 4 рублей 30 копеек. У нас список подняли. Повышение стоимости. Вот можно на примере какой-то одной квартиры, скажем так, на сколько больше? Ну, вот смотрите, в 2022 году квартира, например, 55 квадратных метров при стоимости за 1 метр квадратный 10 рублей 51 копейка стоила примерно 578 рублей. Ну, это в среднем без копеек мы сейчас. То на данный момент, на сегодня уже это 814 рублей 55 копеек. С чем такое повышение связано? Уровень инфляции. Значит, удорожание. В течение последних двух лет был резкий скачок на стоимость материалов, применяемых при производстве работ. Также увеличение индекса работ с применяемых материалов и механизм техники. Поэтому при всех этих факторах произошло увеличение стоимости. Льготы сохраняются при оплате капремонта для тех, у кого они уже были? Да, льготы сохраняются. Это у людей старшего возраста от 7-10 лет. При этом нужно обязательно понимать, что собственник должен оплачивать за коммунальные услуги свыше 22%. То есть, если такое происходит, то собственник обращается в социальную организацию, предоставляет все документы и показывает, что он хочет получить ту или иную услугу и возврат средств для себя. Для жителей новостроек что-то меняется? Изменилось ли в последнее время то, что раньше же они не платили за капремонт? Да, ничего не изменилось. Как только с того дня, как в программу включается многоквартирный дом новостройка, в течение трех лет у них есть мораторий. Они не оплачивают за капитальный ремонт. По истечении этого времени начисляется стоимость оплаты. Новостройка – это считается дом, введенный в эксплуатацию в 2014 году, не раньше. Сохранятся ли при вот этих факторах повышения, мы сейчас говорим об этом, оплаты, все-таки темпы капремонтов в Первой Райске сохранятся? Ну, на сегодняшний день, пока мы в нормальном скорости, в нормальном уровне, темпы сохранены все. Надеемся, ну, у нас начало года еще, надеемся, что дальше пойдет так же и точно. Ну, вот сколько домов планируется отремонтировать в этом году? Темп тот же самый, 18 многоквартирных домов в прошлом году, то же самое было, 14 многоквартирных домов и 16 многоквартирных, 2 многоквартирных дома, где заменено лифтовое оборудование, это 5 лифтовых кабин. В принципе, в основном это улица Ватутина, дома 42-43, потом многоквартирные дома 1 мая, часть домов… Это вот про капремонт, а мы не про лифты говорим. Часть домов с поселков, магнитка, новая утка, билимба один дом, то есть, ну, в основном инженерные сети. Часть домов где-то у нас есть с фасадами, с крышами и отмостка, и частично дома идут с инженерными сетями. Дождите, я здесь хочу уточнить просто, вот, обычно ЖКП ремонт это комплекс работ, то есть, включают несколько параметров, а что сейчас, здесь вы как-то на выбор будете ремонтировать, или это желание жителей, или как это учитывается вообще, что будет отремонтировать? Ну, здесь администрация направляет наш адрес, уведомление о том, какие виды работы, какие многоквартирные дома готовы к ремонту. После этого мы включаем эти многоквартирные дома, но тут учитывается очень много факторов, это возвратность средств, платежеспособность собственников и собираемость. То есть, если мы заходим, и собственники не оплачивают, чаще всего такие дома немножко ниже спускаются по сроку. А возвратные средства это что? Возвратные средства, то есть, это за 30 лет, сколько денежных средств дом соберет на своем счете. Счеты аккумулируются в нашем счете, но у каждого дома есть свой счет, как говорят, кошелечек. В кошельке определенная сумма. Все можно посмотреть на сайте фонда, зайдете, в вкладке «Найти дом», прописываем адрес, и там выходит окошко с информацией полностью. Какие виды работ можно провести за счет капитального ремонта, сколько примерная стоимость будет, и сколько денег уже собрано, если задолженность. То есть, мы тут недавно анализировали дома, в какую очередь лучше ремонтировать. То есть, это инженерные сети, либо, например, ограждающие конструкции, то есть, конструктивные элементы, крыша, фасад, да, отмозка. Вообще, считаю, если честно, что отмозку управляющая компания может сама делать. Вот. И многие управляющие компании, собственники приняли решение, что ремонт нужно сделать на инженерных сетях. Конструктивные элементы у них еще в более-менее нормальном состоянии, поэтому они отложили. Вот, раз уж речь зашла об этом, про собираемость средств, какова она в Первоурайске, я имею в виду собираемость именно на капремонт. Ну, на сегодняшний день, что в прошлом году и позапрошлом, 21-22, там на доле десятых процентов разница есть, я считаю, что в одном темпе пока наш город идет. Я, насколько помню, это даже где-то около 96%. 96%, да. 96,2, 96,3. Да, да. Как работаете с остальной частью населения, вот 4%, которое, значит, ну, в числе должников? Выходим в суд о понуждении, значит, собственника оплатить, судебные порядки, плюс, естественно, отмпение, штрафы, все это, все вытекающие последствия отсюда. Выходим, всегда выигрываем суды, и дальше уже у нас работает отдел юридический, бывает, сами выезжаем совместно с судебными приставами. Оплачивают в итоге после таких мер? Оплачивают, да, оплачивают. Не в том объеме, в котором бы хотелось, но оплачивают. Достаточно небольшой, немаленький процент. Опять про деньги. Сколько стоит дом, ну, не построить, а отремонтировать капитально? Какая это сумма, вот, в среднем, да, если взять? Ну, в зависимости от размера дома. То есть, если это двухэтажка, одноподъездная, то это все виды работ порядка 10 миллионов, да, то есть, все полностью, весь комплекс. Если же дом четырехподъездный, пятиэтажка, то там совершенно другие деньги, и стоимость порядка 20, 25, 26, все же зависит еще от состояния дома. То есть, у кого-то может ремонт крыши потребоваться только замена шифера и часть каких-то элементов конструктивных именно на стропильную систему. У кого-то полностью заменить придется 100%, и эта стоимость совершенно другая. В процентном соотношении дома по-разному ремонтируются, поэтому тут... То есть, эти цифры мы можем там умножить, условно говоря, на 18, да, которые в этом году будут ремонтироваться, предположить? Да, ну, 10 домов разыграно уже в аукционе, и на данный момент, я думаю, что жители видят, что ремонты проводятся. И 8 домов еще доиграли, вот, в заключении у нас было буквально вчера договора, это на 61 миллион, 120 перед этим было, 186 миллионов у нас на этот год домов запланировано отремонтироваться, на 186 миллионов рублей. Про качество ремонтов хочу спросить. Жалобы поступают ли к вам в фонд на... ну, я не буду говорить на качество именно ремонта, я так скажу, после капитального ремонта, а может быть и в ходе капитального ремонта дома? Поступают и в ходе капитального ремонта, и после капитального ремонта. Хотелось бы, чтобы не было, но есть, от этого никуда не уйти. В ходе капитального ремонта мы на месте решаем вопросы все 90%, очень редко, что мы не приходим к единому какому-то мнению с собственниками, но это крайне редкий исключительный случай. В основном все решается в процессе. А есть, когда люди обращаются после проведения капитального ремонта, если видна подрядная организация устанавливается, то подрядчик восстанавливает все за свой счет своими силами, бесплатно. Если же видна управляющая компания, то тут вопрос к управляющей компании, но мы всегда стараемся управляющей компании пояснить, что работа их, и нужно ее выполнить. А вот по поводу того, что подрядчик бесплатно выполняет какие-то работы, исправляет недочеты, это потому, что гарантийный срок еще действует? Да, гарантийный срок. Который составляет 5 лет? 5 лет, 60 месяцев. На что в основном жалуются, вот что касается качества работы по капитальному ремонту, жители на что жалуются? Да по-разному бывает. Бывает, причиняют ущерб. Бывает, вот недавно был случай, лопнул стеклопакет в подъезде, дом-дом только-только отремонтирован. Возможно, третьи лица. Но так как это подрядная организация и не зафиксировано никаких повреждений, просто лопнул стеклопакет, то мы написали и составили акт о том, что вина подрядной организации устранять будут своими силами. То есть в ближайшее время устранят, заменят стеклопакет. Хорошо. Какой вообще горизонт планирования капремонтов в Перворайске? До какого года вот этот процент уже распланирован, расписан? С 2014 до 1944. До 1944 года. Жители могут ли, если считают нужным, какими-то средствами и каким-то способом приблизить эту дату капитального ремонта своего дома, если считают, что это надо сделать? Возможность такая есть. Нужно обратиться в управляющую компанию о том, что собственники считают, что ремонт нужно проводить раньше, чем запланирован в программе. Дальше совместно с управляющей компанией пригласить в проектную организацию, которая пропишет и составит проект о том, что по сроку ремонт нужно провести в ранний период. И с этим проектом уже обратиться в администрацию, пояснить администрации о том, что им ремонт нужен раньше. Для того, чтобы сохранить конструктивные элементы дома и требующего капитального ремонта, не перейти в аварийный. Ну, проект вообще жители будут за свой счет. Да, да, за свой счет. Ну, это дорого, в принципе? Ну, любая трата денег – это дорого. Порядка 25-50, в зависимости от размера дома, во-первых, и от организации, которая будет это делать. 25-50? 50, ну, там и дальше, потому что дома за… На всех вот жителей, да? Да. Такая сумма. Какой счет лучше? Вот вы говорили о том, что да, на каждый дом у нас есть свой кошелек, но я-то думал, что деньги собираются в общий котел. Котел общий муниципалитета, понятно, что у нас есть общая сумма. При этой общей сумме собранной у нас все равно каждый кошелечек есть у каждого дома. Поэтому каждый обладает своими денежными средствами, которые аккумулируются у нас на счете. Спецсчет – это когда вообще они выходят из программы, деньги аккумулируют у себя на своем счете, да. При этом, там есть два варианта. Можно оставить денежные средства у нас, но быть на спецсчете. А можно вывести вообще эти денежные средства и тратить как хочешь. Но тут тоже в обязательном порядке должно быть понятно, что какой-то вид работ. Во-первых, на капитальный ремонт, когда приходят собственники, да, у них же нет полной суммы на ремонт. Даже на те виды, которые в этом году мы запланировали, на три вида, да, например, у них этих денег не скоплено еще. Мы делаем работы вперед. То, когда выходят на спецсчет, у вас этих денег еще нет. Вы можете сделать только на те деньги, которые у вас есть в кармане сегодня. Если этих денег нет, то вы не сделаете. Вы будете копить еще дальше. И если у вас разрушение каких-то, либо необходимости в ремонте не выше 50%, это все содержание, вы не сможете выполнить капитальный ремонт, провести. Поэтому тут как бы палка такая о двух концах. Что касается того, из чего делают капремонт, какими силами, какими средствами. Проблемы вот с теми же стройматериалами, допустим, сейчас возникают или нет? На сегодняшний день все устаканилось, пока мы вышли в плату, то есть пока спокойно. Но у нас сегодня зима, зимний период времени, поэтому предположить, что будет дальше, я пока не могу. То есть надеемся на лучшее. Надеемся на лучшее. А что касается зимой, какие работы, какие виды работы можно проводить, какие виды работы можно проводить уже, то есть сейчас? Ну все, что не связано с мокрыми процессами. Вообще, если ремонт крыши, именно скатной кровли, где деревянная конструкция, я считаю, что проводить зимой даже лучше, потому что снег у нас не успевает растаять. И причинение ущерба к собственникам гораздо меньше, чем тогда, когда у нас с вами дожди идут лета. Вы не это знаете, как обывателю представлялось, что когда крышу ремонтируют зимой, жильцам-то холодновато пятого этажа. Мы не снимаем утеплитель, мы сначала меняем покрытие кровли, а утеплитель снимаем после, оставляем окно технологическое и уже снимаем, ну достаточно ближе к весне, наверное, 1 мая, апрель. В зависимости от температурного режима, то есть погода бывает устанавливается, она с вами теплая раньше, а бывает позже. То есть здесь мы уже ориентируемся. Поэтому... Там есть такая возможность. Фасады, понятно, что мы не сможем штукатурные работы проводить в зимний период при минус 25, эти работы запрещены просто-напросто. Да и при минус 10 их лучше не делать, то есть я как бы, я считаю, я против всегда была этого. Поэтому такие работы мы на летний период всегда переносим. Заливка бетона, отмазки – то же самое. Заменить, заменить холодную систему, систему холодного и горячего водоснабжения мы можем заменить и летом, и зимой, в любое время года. Но, конечно, это причинение не особо приятного собственникам, то есть никому не нравится, когда у него отключают воду, сколько-то дней ее нет, это неприятно. Конечно. Поэтому собственникам приходится ждать, и с отоплением некоторые собственники говорят, у нас очень холодно, сделайте нам сейчас, мы готовы ждать, мы делаем зимой. Это тоже исключительный случай, в основном с 1 мая. Либо как только бывает, график сдвигает на апрель, значит с апреля выходим. Ну, понятно, что тут нужно тоже ориентироваться на комфорт жителей. Татьяна, спасибо вам за эту беседу. Спасибо телезрителям, спасибо, что вы были с нами сегодня. Будьте здоровы, берегите себя. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова